Максимально вкратце хотел бы вам рассказать о лавинном снаряжении и как оно работает. Все датчики у нас работают на одной частоте, радиус работы бипера от 40 до 60 метров зависит от модели. Расстояние от биперов должно быть минимум 30 сантиметров, чтобы не создавало помех работе датчику. То есть рядом телефон, рация, камера, скипас быть не должны. Биперы крепятся на тело, либо же мы убираем их в карман штанов под молнию. В рюкзак датчик убирать нельзя, потому что бывает, что рюкзаки срывают в лавине и находят уже рюкзак, а не человека. Рекомендую каждому хотя бы раз в год тренировать этот навык, потому что это как навык первой медицинской помощи, быстро забывается. Для тренировки вам не нужно ехать в горы, вам нужен просто вот такой вот склон. Главное, чтобы на нем был снег, чтобы вы могли закопать рюкзак и бипер в нем, и потом на скорость его откопать. В начале дня мы включаем наш бипер и весь день наш датчик находится в режиме передачи. Режим прием, режим передачи, это синонимы. То есть режим send. В режим search, режим поиска мы переключаем только в случае лавинного инцидента, если кого-то засыпало. И убираем в карман, весь день он в режиме send, режим передачи. На режим поиска search переключаем в случае лавинного инцидента. Переключили, датчик показывает расстояние до ближайшего бипера, который у нас остался в режиме приема. В данном случае он у нас находится в рюкзаке. Основное, на что вы ориентируетесь при поиске, это цифры, которые должны уменьшаться, то есть 4-5 метра. Вы должны идти к цели, чтобы цифры уменьшались. Еще смотрите, стрелочки, они показывают направление, куда вам идти, но из-за того, что у нас сигнал датчика, он идет по дуге, не напрямую, эти стрелочки не совсем точны. Основное, на что вы ориентируетесь при поиске, это именно цифра стрелочка показывает туда, а рюкзаки у нас все-таки немножко левее. Итак, ситуация, катались с группой, человек попал в лавину. Что мы делаем? Для начала, если вы ехали группой, один человек обязательно остается, сразу же здесь вызывает спасателей. Звонит по номеру спасслужбы, если вы на курорте Роза Хутор, номер спасслужбы есть у нас на скипасах, а также в приложении Роза Хутор есть очень удобная функция. Внизу правый плюсик красный, вы нажимаете, и отправляются данные спасателям сразу же с вашими координатами. При поисковых работах должен быть лидер, тот, кто командует всем процессом. Обычно это самый опытный участник группы или же гид. Все участники группы обязательно должны переключить датчик в режим поиска. Если кто-то из группы останется на режиме передачи, то датчик будет показывать не пострадавшего, а ближайшего участника вашей группы, кто остался в режиме передачи. После того, как все переключили датчик в режим поиска, вам нужно найти сигнал пострадавшего. Если датчик не показывает цифры, значит сигнал он еще не поймал. Прикрепляю фотку, как правильно искать сигнал. Представим, что зона лавинного выноса у нас от забора до вот этих вешек, то есть шириной около 30 метров, совсем небольшая. В этом случае я могу просто идти вниз по зоне лавинного выноса и искать сигнал. Если бы у нас лавинный вынос был от забора до бугеля, гораздо больше пространства. Если бы я искал один, я бы шел вот так вот змейкой. Если бы мы искали несколько, то мы бы распределились на всю ширину склона, на равное расстояние друг от друга, между друг другом тоже расстояние максимум 40 метров. И двигались вниз по склону, пока не найдем сигнал. Один из группы остался наверху сразу же вызывать спасателей. Остальные участники группы двигаются по лавинному выносу и ищут сигнал пострадавшего. Пойдем. Сигнал сразу же пойман, 55 метров до пострадавшего. Держим горизонтально перед собой, не дергаем. 26 метров. При этом я должен двигаться с рюкзаком, в котором находится щуп с лопатой. Моя команда идет за мной, все в режиме поиска. 10 метров, пострадавший уже где-то рядом. 5,8, 5,4, 3,8. Расстояние на датчике у нас меньше 3 метров, то есть пострадавший находится где-то очень близко. Сейчас мы делаем работу крестом. Делает это один участник, самый опытный в группе. В этот момент остальные участники должны собирать щуп и лопаты, чтобы не терять время, так как все надо делать быстро. 1,7 метра. Что такое работа крестом? Мы подводим датчик максимально близко к снегу и в одной плоскости, то есть мы не уводим датчик куда-то под снег, мы держим его в одной плоскости параллельно склону. Если у нас склон под наклоном, мы делаем это параллельно склону. Здесь у нас сейчас плоско, делаем параллельно склону. Мы ведем налево, направо, вперед, назад и ищем самое минимальное значение. Датчик ведем максимально плавно. То есть смотрите 0,8 метра Веду налево 0,9 1,0 1,2 1,3 Нет, веду направо Это я веду налево, направо И еще минимальное значение 1,0, 0,8 0,9 0,8 0,7 Здесь было 0,7 Это минимальное Отсюда я веду вперед-назад 0,9 1,1 1,2 Нет Значит сюда 1,0 0,9 0,8 0,6 0,5 То есть очень близко Всего полметра Небольшая глубина Все, меньше Опять веду налево-направо Но меньше 0,5 уже не могу найти Опять-таки горизонтально датчик держим Ведем плавно Все, 0,5 Где-то здесь Эту область Нужно показать Чтоб никто не забыл Вот допустим Кинул шапку Чтоб все участники группы Видели, что это именно здесь И Начинаем работать щупом Щуп нам нужен для того Чтобы убедиться Что человек находится Именно там На откопку уходит Очень много времени Если вы не совсем точно поработали бипером Стресс плюс погрешность Вы могли ошибиться На пару метров Лавина Когда она останавливается Она очень быстро твердеет Копать ее очень сложно Без лопаты Это делать Ну просто невероятно Пока лидер группы работает бипером Крестом Остальные участники Собирают Щуп и лопаты Чтобы собрать щуп Мы бросаем его вниз По склону И тянем Таким вот образом Некоторые щупы Просто тянешь до щелчка Вот данная модель Здесь нужно вывести Вот этот кругляшочек И вывести его сюда Чтобы зафиксировать И проверяем Что он зафиксирован После этого мы можем Начинать зондировать Вот место Где мы поработали крестом То есть предположительно Пострадавший находится здесь В случае Если же пострадавших несколько Когда лидер группы Работает крестом И крестом Нашел одного пострадавшего Остальные Остаются здесь Зондировать И копать А лидер группы Чтобы не терять времени И чтобы начать искать Следующего Пострадавшего Он делает маркировку И начинает искать следующего Что такое маркировка? Наш датчик видит Ближайшего пострадавшего Чтобы он увидел Следующего пострадавшего Нам нужно Нажать Вот этот вот флажок На всех биперах по-разному Но обычно это флажок После нажатия На флажок Датчик перестает Видеть этот бипер И уже видит Следующего пострадавшего На расстоянии 14 метров Мы маркернули цель И идем искать Следующего пострадавшего Пока Вся наша группа Работает щупом И начинает копать Чтобы не терять время С этого места Мы начинаем зондировать Для этого Перпендикулярно склону Мы вводим щуп Глубина здесь небольшая Грунт Поэтому Глубже я не могу вводить По вине Вам возможно придется Вводить на все 2 метра И больше Мне нужно делать уколы Примерно 20-25 сантиметров Расстояния друг от друга Делаем 2 таких круга Если не получилось Нащупать пострадавшего Еще раз Более тщательно работаем Бипером Крестом Нащупал Человек Мягкий Делаем несколько дополнительных уколов Чтобы убедиться Что это точно человек Так как в лавине могут быть Различные ветки Кора деревьев По ощущениям Она тоже может быть мягкая И пружинить как человек Копать сразу Напрямую вниз Крайне не рекомендуется Если вы копать будете вниз То у вас образуется Такой колодец Вам очень будет сложно Оттуда доставать снег Прежде чем копать Вам нужно сделать Отступ вниз по склону Равной глубины Если глубина 1,5 метра Мы делаем отступ 1,5 метра вниз по склону И начинаем копать По направлению к цели Глубина 2 метра Мы делаем отступ 2 метра И копаем по направлению к цели В этом случае Вы будете копать По диагонали И у вас не получится Вот этот вот Вертикальный глубокий колодец Из которого Будет опасно и сложно Доставать пострадавшего Как морковку Выдергивать Лопаты обычно Все собираются одинаково Совок вставляется в черенок Металлические такие кнопочки Нажимаете Ручка Рекомендую иметь Конечно же телескопическую Которая удлиняется С короткой копать Очень неудобно Глубина около метра Делаем отступ около метра Начинаем копать По направлению к пострадавшему Уже приближаясь К телу пострадавшего Начинаем копать аккуратней Главное освободить Дыхательные пути Нам повезло Что глубина небольшая Вижу пострадавшего Все он здесь Начинаю работать Уже руками Вижу голову Откопал дыхательные пути Дышит Все окей Могут быть травмы Поэтому ни в коем случае Не дергаем его Ни за руку Ни за ногу Побольше все откапываем Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень хорошо!